всем доброго дня сегодня как и обещала я приготовлю рулет куриный рулет для куриного рулета нам понадобилось две грудочки такие там я просила сынули чтобы он хорошо порезал такие аккуратненькие порезанные грудочки филешками тоненько честно либо они у меня так не получились а ну коли молодец у меня так порезал их ровно 2 маленький пучочек я купила шпината отварила его в соленой воде некоторые как в италии просто берут и обжаривают в оливковое масло но я быстренько отварилась через друшляк вода вода стекла и вот мне получилось грамм сто можно и больше кто любит больше шпината дальше нам понадобится вот такой я взяла пирятинский сыр 100 грамм 4 вареных яйца и я взяла вот такую колбаску драговарскую но если дома есть салями или прошу то будет еще вкуснее понадобится еще розмарин розмарина у меня нет но у меня есть провансальные травы там розмарин есть мелкий если конечно будет будет веточка розмарина хорошая у кого-то конечно будет вкуснее намного соль и перец и нить специально чтобы закрывать нам рулетик значит мы берем такую бумагу пергаментная бумага так берем мы сейчас наши и вот так одна на одну хорошо выкладываем чтобы не было дырочек вот мне чем нравилось в италии там они очень редко очень резали мясо настолько тонко тонко уже готовы продавали такие там потому что там есть машинка такая вот которая режет и колбасу ну здесь конечно так как делаем как мы можем и зависимости какое там было куриное мясо в этот раз я покупала на солнечном мясо и мясо было домашнее я брала домашней курочки вот мне еще кое спрашивал откуда это мясо я говорю там где ты живешь так вот так аккуратненько мы это все складываем я когда-то часто когда мы жили за границей я делала рулеты именно с говядины делала и свинины рулеты добавляла внутрь мне было начинка горошек мороженое отваривала добавляла туда горошек такая как итальянская панчетто такое пока мясо сало сало мясо тоже делала понадобится обязательно вино виски или коня в этом варианте тоже понадобится вино но я посмотрю если у меня есть вина если нет то я возьму немножко коньяка коньяка у меня достаточно теперь мы берем вот так все хорошенько солим все по вкусу шпинат я честно говоря я его специально я знаю чем какой ну никакой на вкус надо было обязательно посолить вот вообще я люблю я шпинат обожаю именно с италии раньше не понимала его а потом честно время его даже не хватало вот так же самое как и брокколи я вчера варила на тех между что именно в италии были мне очень сильно не хватает значит теперь я возьму шпината если кто-то любит и больше шпината мы конечно можем больше добавить шпината так раскладываем есть люди очень много любят его есть и него конечно достаточно больше добавляю я так немного добавлю потому что не знаю как будут мои честно говоря кроме коле коля любит и меня шпинат не особенно едят брокколи любят а вот шпината шпинатом трудно конечно говоря так мы хорошо расправим это все и сейчас я отдельно потому что у меня еще не приготовлено яйца почищу яйца как это в сторону и натру быстренько сыра твердого так я нарезала колбаску драгобыцку так и положу но я еще раз напоминаю если у кого-то есть прошут это вообще классный вариант тонко нарезанная салями спек это тоже супер и вкусно ну я сделала с того что у меня есть дома дальше мы посыпаем сыр хорошо вот так сыр посыпаем это пиратинский сыр считается у нас очень вкусный днепре король сыров как мне сказала продавщица честно я раньше вы не брала мы потом мне посоветовали я его беру а теперь мы можем вот так 4 яйца отваренных вот ну что теперь будем потихонечку закрывать наши рулетик сначала вот так прижмем его хорошо теперь с другой стороны прижмем хорошо с другой стороны хорошо призмем я вот так вот открою и так другую сторону будем прижимать хорошо все Продолжение следует... Теперь возьмем кулинарную ниточку и потихонечку будем перевязывать. Это такая морока с этим рулетом. Да, я тоже так не особенно люблю, когда именно касается кулинарной нити. Так, давай вот так. Первый. Так. Так, вот так мы его закроем как конфеткой. Я передумала делать его с кулинарными, потому что у нас бумага не такая, как... И теперь сейчас я возьму разогрение духовки до температуры 180 градусов и будем выпекать 50 минут. А в конце, когда оно хорошо запечется, я его потом открою. Посыпем немножечко сверху, посыпем розмарином и вином и пускай он у нас немножечко прокипятится уже в другой форме. Так, запекли мы еще не полностью рулет, немножечко его припекла, чтобы корочка была. И сейчас я этот рулетик открою хорошо, переложу в эту... Човеный. Да, в этот човеный готоволенчик. Это форма. И у нас еще залит вовар именно белым вином. И добавить сверху розмарин и поставить еще доходить в духовочке. Так, вытащила я наш рулетик. Теперь я посыплю вот такими травами. Там есть розмарин. Но если, конечно, была бы веточка розмарина, то было бы взагали хорошо. Потому что одно мне не понравилось, это бумага, которую я ее использовала. Она здесь не очень хорошая. И теперь я беру полстакана белого вина, вот так. Вот так. Наливаю. И все это ставлю дальше в духовку. Ну, еще на минуту 15. Так, вот такой у нас получился классный рулетик. Сейчас он немножечко остынет. И потом мы покажем, какой он у нас в разрезе. Ну, опять же, всем рекомендую брать хорошую бумагу. Потому что мне кажется, что она вроде бы силиконовая хорошая, но она не была очень хорошая. Вроде бы покупали. На качество бы бывает и похуже. Но то, что я за границей пользовалась, это силиконовая специальная такая пергаментная бумага. Она намного лучше, чем здешняя. Вот. Ну, рулетик получился аппетитный. Подождем, когда он остынет. Покажем, какой он в разрезе. Покажем. Субтитры создавал DimaTorzok